Добрый день, дорогие друзья! На комментарий один хотел ответить под видео Ну и пускай, что не технология, почему можно? Вот, мне все время поражают такие комментарии В данном случае Светлана Грищенко написала Какой ты сложный, есть производитель, есть технология, не изобретай велик Вот, вроде бы ничего такого серьезного, но Дорогие друзья, хотел сказать, ну то есть некоторые примеры привести И сказать, что почему важно все-таки проверять технологии, которые существуют на этот день Вот, проведу некоторые примеры Вот уже больше 20 лет, как я занимаюсь в отделке И очень много примеров накопилось относительно того, что производитель технологии дорабатывает Просто-напросто, то есть выпускается какая-то технология Выпускается, например, новый материал Вот, и смотрится, тестируется Тестируется это с годами Несмотря на то, что инженеры проводили какие-то исследования Вот, все равно какие-то доработки происходят То есть отзывы Кто-то сказал, кто-то То есть по факту, по практике это все может быть совсем иначе Вот, поэтому Все производители дорабатывают свои технологии Ну давайте для наглядности приведу вам примеры Давайте вот взять гипсокартон, допустим Вот, была технология, точно помню В 2000 году Была даже книжечка Кнауф, она такая узенькая была У нас, помню, Фемелиди еще тогда называлась Там проводили, проходили семинары, изучали То есть давали, даже там курсы были небольшие, заканчивали Вот, там было написано Что нужно Использовать Сейчас скажу Для гипсокартон, когда мы клеим на стены Нужно наносить клей на лист Там даже была инструкция То есть как это все делать Укладывали лист на пол Наносили Такие Лепешки, можно так сказать То есть если стена кривая Допустим, кирпичная стена Мы сразу наклеиваем гипсокартон в уровне То есть наносим мы на лист Соответственно, лист становится неподъемным Его каким-то образом вдвоем поднимаем Вот, что-то падает с листа Потому что пока ты не поднимешь Не поймешь, держатся лепешки или не держатся Соответственно, у нас были такие случаи Что что-то улетало Это первое Второе Не можешь до конца увидеть Куда тебе надо больше Укладывать на стену клей Потому что стена неровная по-разному Где-то, допустим, тонкий слой Где-то надо, допустим, большой перепад Наложить потолще Соответственно, когда вы лист на пол Вы не можете эту симметрию, грубо говоря, до конца сделать Увидеть Потому что вы наносите на лист То есть когда вы непосредственно уже прибиваете Были такие случаи, что недостаточно было клея То есть нужно было повторно отрывать И, допустим, смотреть, где прижало Где, сколько толщина клея Вот, если бы мы наносили на стену сразу Этот вопрос бы решался Потому что мы можем вплоть до того Что взять уровень и проверить Там, допустим, вот в этом месте у нас вплотную Вот здесь сейчас побольше буду укладывать То есть клея То есть вот такой элементарный момент Но в технологии он не отражался То есть это было очень неудобно Мы много объектов реально запороли Реально, потому что у нас были пустоты У нас лепешки эти падали Когда мы прям целый лист брали, устанавливали То есть пока поднимешь, посередине там что-то отлетало То есть когда большие перепады Все это было Вот, когда мы уже потом стали на стены сами наносить То есть додумались уже до этого Несмотря на то, что технология другая была Вот, мы наносили уже непосредственно на стену Да, и это очень удобно было Лепешки держатся, ты видишь, что они держатся Да, ты их нанес и размазал, допустим Чтобы она не упала Все, она держится Ты смотришь, какая толщина, где уровень То есть вот такой вот элементарный пример Говорил о том, что технология была сырая, недоработанная И то есть потом уже со временем Я захожу на тот же КНАУХ Вижу, да, реально у них изменилась эта технология Сейчас они стали на стены наносить Хотя раньше так они не делали И раньше они так не преподносили Это вот наглядный пример тому, что есть технология Не изобретая велосипед Есть еще много других примеров Вот в частности у меня В отношении гипсокартона тоже очень много вопросов Касаемо того, что он по-любому лопнет Там либо периметр, либо швы Да, все зависит от проблемности самого листа гипсокартонный То есть он дышит, он впитывает влагу Сам гипс очень сильно разбухает Вот смотрите, гипс разбухает Соответственно, он потом усыхает Что происходит? Естественно, в местах, где он соединяется Он будет усыхать Это железно А если он усыхает, что там происходит? Естественно, трещина увеличивается Вы как бы лист не заделывали Вы не делаете его монолитным По-любому уязвимость остается Там два листа вместе вы состыковали Как бы вы там какой лентой не проклеивали То есть у вас в этом месте поврежден лист Вот грубо говоря, можно так сравнить Вы возьмете плитку, возьмете стекло Проведете стеклорезом Где плитка больше всего шансов, что она лопнет Если вы будете на нее воздействовать Естественно, в месте, где ее повредили То же самое можно сказать с гипсокартоном То есть как бы вы его не заделывали Где лист прерывается Даже вы его там лентой обклеили Все равно внутреннюю часть ленту вы не обклеиваете Там у вас два листа стыкуются То есть вы, грубо говоря, его повредили в этом месте Если так вот перевести параллельно стеклорез и на плиткорез Допустим, вы вот повредили Но вы еще не поломали его Просто повредили Все То есть какое-то воздействие в этом месте у вас трескается То же самое здесь То есть что бы вы ни клеили Какой бы холст вы там... Какую бы там ленту Там курт Там я не знаю Всех модификаций последних Но факт остается фактом Если проблемный материал Если он впитывает в себя влагу и разбухает Что бы вы ни делали По-любому это со временем может треснуть Да, вы можете обезопасить помещение от влаги Вы можете сделать там, допустим Хорошей краской покрасить Чтоб влагу с помещения он не впитывал Но есть пустоты Такие как, например, отверстие для светильников Куда влага все равно может попадать Допустим, это кухня, да? Вы готовите Плохая вытяжка Влага идет вверх, да? Пар То есть он, естественно, где-то впитывается В каких-то местах там Все это происходит впитывание Даже краска, она все равно Немного дышит Вот Впитывает Соответственно, что потом происходит? Потом пришла пора Допустим, это зимний период Пришла пора лето Начинается просыхание Начинаются сквозняки Открываете окошки И пошло-поехало Все Гипсокартон приходит в исходное состояние Вся влага улетучивается Резко Вот они, трещины вам, пожалуйста Все Это не из-за того, что плохо заделано Не из-за того, что Вы там не ту ленту использовали Это просто-напросто Сам такой материал И вот почему завод-изготовитель Об этом не говорит Непонятно Я никогда не пойму Ну, до конца вот этой всей системы Да, это понятно, что получается Если они будут об этом говорить Это антиреклама для них Это все понятно Потому что Если в открытую сказать Что что бы вы ни делали По-любому треснет Конечно, это неправильно Ну, как бы с точки зрения бизнеса То есть так бизнес не построишь Естественно, они где-то что-то умалчивают Но Если они где-то что-то умалчивают Возникает вопрос Значит, у них все-таки Недоработанные технологии Значит, все-таки Можно изобретать велосипед Вот, я считаю Это нужно делать В любом случае Это вот я только привел Два примера Есть масса примеров Вот за все, я говорю, 20 лет Практически Куда бы я С какой бы технологией Не сталкивался Везде есть Недоработки Везде То есть везде приходится Вот даже элементарно Вот у нас есть Волма-завод В Волгограде Ну, представители есть Дилеры, да Продают Волма-слой На нем на мешке написано Что не требует шпаклевания Не требует грунтования Вот я Никак не могу это воспринимать То есть это как Пиар-ход Как реклама, скорее всего Потому что Ну как это не требует грунтования Грунтовка нужна Она не только для того Чтобы там Обеспылить поверхность Она нужна Чтобы еще Замедлить Как бы впитываемость материала Да То есть забить Поры частично Потому что гипс Он как губка Он влагу себя Бешено впитывает Если вы будете Допустим После На Волма-слой Шпаклевать шпаклевочкой Допустим Там Не грунтуя То это чревато тем Что у вас Она просто-напросто Может Отойти Это произойдет Из-за того Что гипс Как губка В себя впитал Влагу Шпаклевка Просто-напросто Она не будет Держаться То есть Она потеряла Влагу Она не 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 высохла Естественно А грубо говоря Высохла Даже вот еще Бывают сквозняки Тоже У нас был Один такой случай Когда у нас На такую поверхность Шпаклевка Был сквозняк И Не было Загрунтована поверхность И у нас в этом месте Шпаклевка Прям Как вот Эффект глины Вот как вот бывает Глина сохнет И прям все В шашечках было Вот такой эффект У нас был На шпаклевке Вот две причины Сквозняк И не загрунтована Как Как не грунтовать Гипсовую поверхность Я вообще не понимаю Да Я согласен Что грунтовать По-разному Мы можем Залить Можем частично Пропитать Но это обязательно Нужно делать Это даже не то Что обеспыливание Сколько Мы замедляем Впитывающую способность Гипсовой штукатурки Вот И Относительно того Что не нужно Шпаклевать Ну как это Не нужно шпаклевать И Как То есть Как эта поверхность Там Глинцует И ее Делает Ну хорошо Вы глинцуете Делаете Допустим Там Затираете И Первое Вы портите поверхность Когда вы затираете По-любому Вот например У вас какие-то ямочки есть Откуда вы берете Штукатурку Когда вы замываете Вот Вы замываете Губкой Да Теркой Точнее То есть Она не такая У вас там Как правило Да И вы точечное давление Делаете Вы где-то Какие-то Делаете Незаметные Ямы Перепады Потому что Вы Берете И Грубо говоря Доводите Уже вручную Не с помощью правила А с помощью терки Да Я не спорю Что поверхность Все равно Как бы Ну Мы не Не являемся Максималистами Там Не страдаем Навязчивым Неврозом Качество Но Вопрос в другом Что если уже поверхность Ровная То зачем Вот эти вот Манипуляции Нужно делать Это один момент Второй Если вы хотите Исправить Вот эти неровности Ямочки Есть последующие слоя То есть У вас уже высохло Все Вы еще раз Взяли провильца Вот Потому что часто бывает Когда вы берете Провила На следующий день Приставляете к стене А у вас Какие-то места Допустим Если толстый слой Шпак Штукатурки Просто-напросто Стекли То есть Какие-то волны Образовались Вы берете Дополнительно Пока свежая Штукатурка Подтачиваете Углы Вот Все вот эти моменты Подтачиваете Это нормально Даже вне зависимости От того Что я ровно Все срезал В тот день На следующий день Прихожу У меня какие-то наплывы А как вы это сделаете Если вы уже Все заглинцевали Если вы уже Сделали ровную поверхность Если вы уже Все замыли То есть Вы уже это не сделаете У вас уже идеальная поверхность Но она по факту Все равно С какими-то волнами Осталась Потому что Где-то наплыв Какой-то стек Где-то еще что-то Вот То есть Я вот Вот эта технология Считаю пустая Что мы там Глинцуем И еще есть один момент Почему эта технология Пустая Потому что На глянцевую поверхность Плохо держатся Дальнейшие покрытия Почему На Гладкую поверхность Не держится Допустим Шпаклевка Вот Почему советуется Проходить Тот же гладкий бетон Бетоноконтактом Для чего Для чего делают Шершавую поверхность Чтобы последующие Слоя шпаклевки Хорошо держались Здесь мы Глинцуем поверхность И хотим Чтобы на ней Держалась шпаклевка Взять Например Гипсолит Очень часто Очень часто Вот кстати Хороший пример С гипсолитом Очень часто На гипсолите Отходит шпаклевка Как раз По двум причинам Первая Сильно впитывает В себя Вторая Гладкий Вот Поэтому Мы обычно У нас даже была практика В свое время Сейчас мы так не делаем Но была практика Либо делать насечки Либо проходить Бетоноконтактом Грунтовать Проходить бетоноконтакт Именно по этой причине Потому что У нас много объектов Было Просто-напросто Шубой сходила Штукатурка Шпаклевка Из гипсолита Потому что Он гладкий Вот А здесь Получается Мы заведомо Создаем Гладкую поверхность Глинцуем Штукатурку Вот И вот я Наглядно Вам привел Несколько примеров Почему эта технология Несостоятельная И почему Я должен Не должен Изобретать велосипед В этом случае То есть Я должен Слепо следовать Вот этой технологии И потом Получать Как говорится Люлей От заказчика Потому что Первое У меня штукатурка Отойдет Второе Обои Отлетят Вместе с шпаклевкой Потому что Шпаклевка За такую штукатурку Не держится Вот Третье Краска шубы Сойдет Вместе с валиком Если я буду красить Да Все вот Пожалуйста Вытекающие Отсюда Последствия Вот Поэтому я считаю Здесь как бы Так говорить Какой ты Сложный Мне как бы Это не обидной Фразы На самом деле Потому что Вот я уже сколько Шесть лет Как Являюсь блогером Мне очень много Таких комментариев пишут Я уже как бы Закален Но все равно Просто хочу Лишний раз До вас донести Эту информацию Что не бойтесь Испытывать технологии Здесь ничего такого нет И кстати Напишите свои Какие-то еще моменты Возможно Кто-то встречался С подобными ситуациями Когда вы переигрывали Технологию И она Вот это вот Вот этот вот Велосипед Который вы изобрели Он был более успешным Вот Потому что мы все люди Все мы Ошибаемся И те же технологи Те же инженеры Со временем Все это переигрывают Поэтому я считаю Здесь ничего такого Зазорного нет Да Мы берем Как первый эталон Того Как нужно делать Именно технологию Берем инструкцию Очень часто Так же бывает Вот инструкцию Ты берешь Читаешь И видишь Какие-то места Недоработанные Да И ты делаешь По-своему Почему? Потому что Ты это видишь Почему ты должен Делать так Как написано Если ты видишь Что на самом деле Там недоработка То же самое здесь То есть я вижу Что это не так Я могу доказательства Привести Что это не так Зачем мне нужно делать Как вот Пишет завод Но я не буду Этого делать Я это объясню И заказчику И всем Другое дело Если заказчик говорит Ты делай все равно Хорошо Я сделаю Но ответственность Я не беру на себя То есть отвечает Завод-изготовитель И заказчик Все В этом случае Да Вопросов нет Я сделаю Как вы просите Но если я вижу Что это неправильно И это я буду делать То я считаю Что в данном случае Буду виноват я Потому что я не сказал Об этом Вот такой небольшой ролик Я надеюсь Не слишком вас загрузил Напишите обязательно Своё мнение По этому поводу Какие-то примеры Если были у вас Относительно того Что вы где-то Переигрывали технологию Где-то вы изобретали Велосипед Будет тоже интересно узнать Спасибо всем за просмотр Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok